Что будет, если приготовить кофе с лимоном? Для одних польза кофе с лимоном усилит креативное мышление. Для других вред кофе с лимоном увеличит кардиологический риск. Как приготовить кофе с лимоном правильно? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, что будет, если приготовить кофе с лимоном? И вариантов возможно несколько. Кто-то стремится приготовить кофе с лимоном в чашке. Кто-то предпочитает заварить кофе в турке с лимоном. И для одних правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить кофе с лимоном? Улучшение настроения, повышение работоспособности. Вы даже можете провести мозговой штурм. И изобрести нечто новое. Чего до вас не делал никто. Но для других людей, которые также считают себя практически здоровыми, правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить кофе с лимоном? Резко увеличивается кардиологический риск. И можно легко умереть молодым от инфарктов, инсульта, либо острой сердечной недостаточности. Я думаю, что такой результат вряд ли кого-то устроит. Третье. У них не так все печально. Но неправильно приготовленный кофе с лимоном может обострить кариес сегодня и добавить работы любимому стоматологу. Либо ухудшить состояние костной ткани, спровоцировать развитие остеопороза и обменно-дистрофических заболеваний в суставах. Например, подагра может быть. Поэтому, если вы хотите узнать свой правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить кофе с лимоном? Смотрите видео дальше. Чтобы правильно приготовить кофе с лимоном, на первое место я поставил выбор кофе. Наиболее распространены сорта кофе арабика, бусто. Часто купажируют их в произвольных соотношениях в зависимости от вашего вкуса. И вы можете на моем канале найти видео, как правильно выбрать кофе для себя любимого. Есть видео, как готовить и приготовить кофе в турке с пенкой для мужчин и женщин среднего возраста. А также видео, как варить и заварить кофе в турке с пенкой для подростков, мужчин и женщин старше 50 лет. Иными словами, подобрать в зависимости от вашего пола и возраста тот вид кофе, который будет лучшим. Но если вы готовите кофе с лимоном, я бы советовал вам у вас выбор без выбора. Я бы советовал вам подобрать кофе сорта арабика. Здесь должна быть измельченная арабика. Именно она позволит приготовить правильно кофе с лимоном. На второе место я бы поставил воду. Вода великолепный растворитель, который должен излечь из выбранного вами кофе те полезные вещества, которые не обеспечат вам хорошее настроение, высокую работоспособность и креативное мышление. 2. Воду нужно подготовить правильно. Часто воду очищают и переочищают. И здесь кроется самая большая опасность как для вашего здоровья, так и для вашей жизни. Я бы советовал воду готовить правильно. Иными словами, удалить из воды пестициды, дефициды, которые нередки в современной воде. Если у вас городской водопровод, производные флора, которым часто воду обеззараживают. Также удалить соли тяжелых миналов, радионуклиды, они тоже могут быть легко и просто. В обычной воде неподготовленной. Возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, а также токсичные продукты их жизнедеятельности. Но! Соли жесткости я бы советовал вам оставить. Конечно, баристы меня могут упрекнуть. В том, что соли жесткости изменят вкус напитка. Согласен! Но выпить вкусный напиток, а потом пойти любым из трех путей, соли жесткости помогают вам улучшить настроение без кардиологического риска. Повысить вашу креативность, а не стрессовую готовность и готовность умереть молодым от инфаркта. Что дают вам соли жесткости в воде, если вы правильно подготовили воду, используя правильный фильтр? В кофе присутствует щавелевая кислота, которая, попадая в кровь, удалит у вас кальций. У вас обостряется кариес, у вас обостряется остеопороз. Тут зависимость от возраста. А оксалаты кальция могут на память остаться у вас в почках. Развивается солевой диатроз, которая легко переходит в мочекаменную болезнь, за которой следует пиелонефрит. А пиелонефрит – это номер один по почечной недостаточности. Цепочка понятна, логическая последовательность понятна. Поэтому, если вы щавелевую кислоту оставили свободной в кофе, вы идете этим путем. Но это еще не вся картинка. Щавелевая кислота образует не только оксалаты кальция, но и оксалаты магния. И снижение количества магния в вашем организме – это стрессовая активность. И вы уже готовы вместо креативной идеи поругаться с кем-то на работе или дома. А стрессовая готовность уже готовит вас к тому, чтобы развился инфаркт, инсульт, либо острая сердечная недостаточность в тех условиях, которые я расскажу чуть позже. Что вы можете получить из воды? Соль и жесткости блокируют щавелевую кислоту в кофе. И образовав нерастворимые в воде оксалаты кальция, либо магния, они добросовестно проходят вашу пищеварительную систему и покидают ваш организм. Иными словами, тот кальций, который вы ранее накопили в организме, остался с вами. Тот магний остался с вами. И вы ведете тот образ жизни, который приводит к активному долголетию. Если же вы добавите к кофе лимон в этих условиях, лимонная кислота образует с кальциями, с магнием. Лимонно-кислый кальций и магний, они растворимы в воде. Иными словами, кальций и магний в организм попадут. Но щавелевая кислота свое черное дело в вашем организме сделает. И те соли, которые вы накопили ранее, с большим трудом часто удалятся. Более того, что дает лимонная кислота, если вы неправильно выбрали кофе, иными словами, у вас здесь не арабика, а робуста, либо купаж арабики и робусты. Содержание кофеина в арабике примерно полпроцента, а в робусте два с половиной. Иными словами, в пять раз больше кофеина, а лимонная кислота увеличивает растворимость кофеина. Иными словами, кофеин слишком активно может стимулировать как вашу мозговую деятельность, а на фоне дефицита магния, вы понимаете, чем закончится, так и работу сердца. И если вы не знаете реальное состояние своей сердечно-сосудистой системы, то при интенсивной эмоциональной активности и напряженной работе сердечно-сосудистой системы очень вероятно попадание в инфаркт, инсульт, либо просто сердце не может перекачивать больше, более значительное количество крови и возникает проблема. И кому нельзя пить кофе с лимоном, чтобы вы о вас не сказали, что оказывается, для него правильный ответ на вопрос, что будет, если пить кофе с лимоном, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность. Нужно посмотреть в зеркало. Зеркальный тест поможет вам определиться в этом вопросе. Если у вас есть темные круги под глазами, и, наимиславом, у вас высокая вязкость крови, то усилить работу сердца в этих условиях можно. Но! Будет чрезмерное повышение артериального давления. И если вы мужчина в возрасте старше 25 лет, а женщина старше 35-летнего возраста, то у вас уже могут быть явления атерослероза в сосудах. И наиболее вероятно в этом случае инфаркт. В возрасте постарше уже появляется вероятность инсульта. Просто сосуды сердца изменяются атерослерозом значительно раньше, чем сосуды мозга. Если же у вас были не только темные круги под глазами, но и централизация кровообращения, иными словами у вас холодные кисти рук и стопы, то ваше сердце не справляется с полноценным обеспечением кровью вашего организма. И правильный ответ на вопрос, что будет, если выпить, приготовить и выпить кофе с лимоном? Сердце может не выдержать такой нагрузки. И будет острая сердечная недостаточность. Поэтому эти моменты нужно знать и правильно исполнять. Поэтому, если вы правильно сконцентрировали свои усилия и выбрали правильно кофе, правильно подготовили воду, вы абсолютно здоровы, вы можете приготовить себе кофе с лимоном. Если же у вас есть те признаки, про которые я рассказал, кофе с лимоном вынесет вам приговор, который часто обжалован не подлежит. Особенно, если вы неправильно выбрали еще и турку. Если вы одно и то же количество кофе завалите в таком объеме или вот в таком, вот в этом маленьком объеме могут быть скрыты значительные проблемы. Концентрация кофеина будет высокая. И каждый глоточек будет жестко стягать сердечно-сосудистую систему. И если она выдержит, это, конечно, ваше счастье. А если нет, то возможны варианты не самые простые. Поэтому я бы советовал правильно выбрать как кофе, так и и турочку для кофе. А лимон использовать в зависимости от вашего уровня здоровья. Что будет, если приготовить кофе с лимоном в зависимости от вашего индивидуального состояния. И на этой питьевной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А в следующих видео вы узнаете другие особенности, которые скрыты в диетологии. И которые нужно знать и правильно использовать для своего здоровья в зависимости от вашего индивидуального состояния здоровья. А также от вашего пола, возраста, погодных, климатических, экологических и других особенностей. Которые резко меняют значение для вас любого напитка, любого продукта питания. И кофе с лимоном это не уникальная композиция. Значительно опаснее пить чай с лимоном. Там есть свои особенности, о которых я расскажу в следующих видео и опубликую на своем канале. Поэтому, если вы хотите не пропустить эти важные моменты для своего здоровья и для своей жизни, не забудьте подписаться на мой канал. Тогда уведомление о том, что я разместил новое полезное для здоровья видео, придет вам в почту. До новых встреч на моих каналах доктор Скачко и школа доктор Скачко.